Александр Студнев с начала встречи сделал громкое заявление. Детская больница распахнет свои двери для маленьких пациентов уже 1 августа. Градоначальник пожелал, чтобы их в стенах учреждения было как можно меньше. В 7 микрорайоне продолжают строительство сада. Сперва планировали возвести объект на 90 мест. Учитывая стремительный рост близлежащих районов, остановились на цифре 240. Также вскоре в Бобруйске появится новая школа на 1020 мест с бассейном. Мы прекрасно понимаем, что есть сегодня проблемы, в том числе в городе и в социальной, в системе ЖКХ. Да, они есть, их много, но их все за один день не сделаешь. Это одномоментно не закроешь все дыры. Но тем не менее, в любом случае, есть планомерность, есть планы, которые необходимо выполнять. И самое главное, как и город, нужно выполнять обещания, которые мы даем. Затронули экономические вопросы. Александр Студнев отметил, во время пандемии рабочие ТЭЦ-2 использовали весь свой потенциал и не потеряли рынки экспорта. Градоначальник поинтересовался, довольны ли в коллективе уровнем зарплат, соцпакетом, получил утвердительный ответ. Каждый из присутствующих также смог задать Александру Студневу личный вопрос. Приятно то, что у нас есть хозяин, который все держит предприятие на должном уровне, что нас хвалят, что чисто, прекрасно. Я сама 6-5 микрорайона, поэтому для меня то, что будут строить садики и школы в 7-м, это большой плюс. Общение с трудовым коллективом ТЭЦ-2 было достаточно таким конструктивным. Очень приятно, что это общение было не одностороннее, а, в общем-то, живая аудитория. Понимание есть ко всем тем политическим вопросам, которые сегодня происходят в стране. Понимание к той ситуации, в которой даже эпидемиологические вопросы соблюдаются здесь. Приятно, что следят не только за экономическими составляющими данного предприятия, но и приятно зайти на территорию. Такие встречи с коллективом предприятий представители власти проводят регулярно.